Сегодня исполнился ровно год со дня трагедии на реке Сейба. Прорыв дамбы унес жизни 17 человек, еще 27 пострадали. С того момента предприятия, добывающие рассыпное золото на территории края, стали объектами повышенного внимания со стороны надзорных органов. Но не всех это заставило поменять принцип работы. Министерство экологии регулярно проводит рейды и выявляет нарушения технологии добычи драгметалла. Этим летом во время проверок впервые использовали вертолеты. С мая удалось обследовать 29 водных объектов. Сейчас полиция готовит материалы для возбуждения уголовных дел в отношении сразу трех предприятий, которые загрязняют водные объекты. Но ни печальный прецедент, ни угроза лишения лицензии, ни даже уголовная ответственность не останавливает варварскую добычу золота. Мы же все живем здесь, все живем на территории нашего любимого края. И я всем предприятиям всегда говорю, что надо вести деятельность таким образом, чтобы вам не было стыдно, что вы оставляете после себя своим потомкам. Не все предприятия сделали для себя такой привод. Они пытаются мотивировать, надеяться, что не до всех мы доедем. Мы доедем до всех.